Как раз потом запускается фактория, о чем она? Во-первых, это категория дезинфицированной финансы, потому что мы сделали решение для учета поставок между юридичными лицами и по-следующему их финансирование. Это очень важный момент по поводу финансирования. Это диетизм, как называется, факторинг. И для того, чтобы мы говорили с вами на одном языке, факторинг, что такое факторинг. Это партнельно простая, на самом деле, банковская операция. Есть поставщик, допустим, ящик яблок, он поставляет его продавцу, допустим, сети Ашан. Но, как вы знаете, все торговые сети рассчитываются далеко не сразу же, а после истечения срока срочки платежа, допустим, один месяц. И вот в этот момент поставщик, который у меня неохота ждать этот месяц, приходит ко мне факторинговая компания и подает мне это денежное требование, естественно, с определенным дисконтом. Я, в свою очередь, по истечении этого месяца, прихожу к торговой сети Ашан, номер 2 или еще полутора, и говорю, уважаемый, месяц встек, верни, пожалуйста, деньги. Это факторинг предельно просто. Но на самом деле на рынке выглядит все не совсем так. На рынке есть 60 факторинговых компаний, больше 100 торговых сетей и несколько тысяч поставщиков, которые туда активно поставляют. В итоге каждый игрок вынужден договариваться между собой о каждой отдельной конкретной операции. Это порождает определенный хаос, в котором рождаются три основных проблемы. Первое и самое главное – это мошенничество. Любой клиент, поймем просто фиктильный подлинный поставок, может сделать простой следующий месяц. Сделать несколько копий денежного требования, это копий счетов факторинговой планы, и прийти одновременно в несколько факторинговых компаний. И сразу одновременно в нескольких местах получить деньги, естественно, после этого он просто уезжает на болезнь. Отсюда рождается вторая проблема. Факторинговая компания вынуждена перепределять каждое денежное требование, звонить в торговую сеть и говорить «Ребят, правда ли вам поставили эти яблоки? Правда ли там тысяча рублей? Вы подтверждаете, что теперь вы именно мне должны заплатить эти деньги?» Эта проблема называется верификацией. И есть третья глобальная проблема, связанная с тем, что разные факторы работают с разными сетями, хотя хотят работать со всеми. КПМ, допустим, если он поставляет Белошан или Руа по миллиметр, ему сложно определить, где, как, с каким денежным требованием к какому фактору идти. То есть вот эта чекарда на рынке, она еще присутствует. И это не только наш сегмент. Ровно такая же проблема есть и на разных рынках в том числе в Штатах. В частности, проект «Рыбит» делает сейчас распределенную сеть по учебу поставок и финансированию. По дням ранее сейчас на просите 800 тысяч. Мы знаем спецификацию этого проекта. И активно этим занимается Дэнф Америка, и мы, к сожалению, точно не знаем, как у них это, где эта сеть будет выиграть. Но мы пошли несколько иных путем. Мы четко понимаем, что если мы изначально сразу же будем реализовать систему по учету всех поставок и предоставлению полного функционала нашего штурного аккредитов, это будет далеко не 800 тысяч, это будет далеко не несколько месяцев работы. Это большая глобальная система. Поэтому, на принципе, мы разбили все на несколько этапов, где каждая итерация – это законченный коммерческий продукт, который уже отдельно можно продавать, в частности, первый этап от факторинговых компаний, и они готовы платить. Более того, каждый этап служит основой для следующего этапа. Ну, кстати, я тоже сделаю, сейчас мы это покажем. Соответственно, первый этап – мы решили проблему факторинговых компаний, проблему фрода. Мы сделали систему на выключение, и я объясню, почему выключение, и именно он нам позволил это сделать. И каждая факторинговая компания может зайти и сверить, было уже это денежное требование в системе или еще нет. Мы провели предварительный разговор с несколькими компаниями, и они уже проявили интерес к этой системе. Вот именно этот первый этап мы уже реализовали. Так выглядит первый экран, где, соответственно, компания может вбить параметры денежного требования, автоматически появляется кэш, и по кнопке «Добавить» он уходит в наш сеть блокчейн. Или же, понятно, что линфон не будет работать по одному, и нужному требованию есть клавиша «Загрузить», где вы сразу же можете списывать хэш этих загрузить. Дальше. Если… Ох, не жалко-то так. Если в сети такого денежного требования нет, то, соответственно, она вызвает ответ по вторым данным компаниям, «Ребят, соревнований не найдешь». Здесь угроз нет, угроз нет, вы можете продолжать работать с этим денежным требованием. Возможно, другой вариант ответа сети. Вы именно совпадение. Пожалуйста, проявляйте осторожность. Но если вы при этом хотите получить более подробные сведения, в какие еще факторинговые компании было предоставлено это денежное требование, то подойдите там, и мы уже предоставляем вам вкладку. В итоге, вот пример, только что ненежное требование, которое Антон сейчас у него вкладывается в сети. Сейчас это сделано на тестовой версии Пифорина. Понятно, что это нужно будет менять. Но, соответственно, здесь мы смогли реализовать ту систему, когда каждая фонторинговая компания, даже независимо от нас, может автоматически это проверять. Почему я это говорю? Я говорю, потому что это уже работает. И здесь есть очень важный момент. Мы не просто реализовали этот первый этап. Это не просто рабочий протофик, хотя это, конечно, еще протофик. Но теоретически, начиная с помедельника, мы можем выставлять его уже на бой и проводить разговоры с факторинговой компанией по покупке нашего решения. Это была наша первая задача. Это уже работает. Сайт подкормит другу. Соответственно, можно сдойти и это уже проверить. Первая наша задача, на котором не было сделать этот протофик, и мы его сделали. Вторая наша задача, мы, соответственно, ищем площадку партнеров, с кем мы можем этот проект уже перевести в коммерческую плоскость, реализовать и приступить к следующим этапам. В частности, где мы даем решение для торговых сетей о верификации этих поставок и по заработку на этих верификациях. Это все, что требуют торговые сети, а мы, соответственно, зарабатываем на транзакции. И последний, самый глобальный этап перед расставированием рынок на другие страны. Эта система по учету поставок, прикручивания АЦП от всех поставщиков и последовательных мероприятиях. Меня зовут Сергей, у меня 8 лет по актерамбе, для этого я выиграл нам от вам ТОТ 10 в России, а это, соответственно, Антон. У него 8 лет в Сибирь в Сибирь и несколько уже реализованных проектов на очереди. Готовы от действия? Ваши ругательские пути, Лена. Аплодисменты. Другая программа. Ваши пятнадцатые вопросы, хорошо. А как от проду-то защищаетесь? Загруженная другая буква в другом регистре. Дает новый хэш. Это очень правильный вопрос. Поэтому прежде чем хешировать каждое денежное требование, мы разработали строгие правила для паркторинговых компаний, строгие, но одновременно простые, что хешируется конечный набор данных из каждого денежного требования. А именно, это два МННа, это дата, это сумма. То есть здесь нигде нет текстовых значений, только цифровые значения, мы, соответственно, случаем все возможные ошибки. При этом, несмотря на это, это позволяет однозначно идентифицировать каждое денежное требование. И если у нас появляется совпадение этих хешей, можно четко утверждать, кто-то еще внес уже это денежное требование. У нас в нашей уже закрытой базе, в нашей блокчейне, видны все эти связи, кто внес. И вот эту информацию мы можем продать факторинговой компании, чтобы службы безопасности между собой связывались, и выясняли, что делать в этой ситуации. Мошенничество для этого, или там, возможно, технические моменты, когда клиент, допустим, сначала принес в одну компанию денежное требование, ему почему-то не профинансировали, лимит закончился. Он пошел в другую факторинговую компанию. Это не мошенничество, это попадение будет. Ответа на вопрос. Уважаемые жюри, еще вопросы? Ну что ж, если вопросов нету, да, спасибо. 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 Спасибо.